Всем привет, друзья мои, рад вас всех приветствовать на своем канале. Приятного аппетита, если кто-то кушает и смотрит это видео. Ну что, поехали. Сегодня у нас на обзоре самая бюджетная капля из Китая, Doogee Y8. Тот, кто хотел увидеть содержимое коробки, может поставить на паузу и внимательно все рассмотреть. Комплектация ничем не выдающаяся. Все внимание к телефону. Традиционно китайцы закидали нас с симпатичными картинками, но на этом энтузиазм закончился. Телефон отличается в превью, как девушка из инстаграма на фото их жизни. Вот оно, ожидание и реальность. Да, рамки, конечно, совсем не такие, как на картинках. Верхняя рамка 4 мм, боковые 3 мм, а нижняя 10 мм. И на ней еще и надпись Doogee. Не самая лучшая идея, скажу я вам. Ну, на мой взгляд, конечно же. Дальше про дизайн рассказывать нет смысла. Он ничем от других не отличается. А вот про размеры скажу. 158 на 75 при толщине в 9 мм. Вес 179 грамм. Взгляд немножко задерживается на глянцевой задней крышке. Она, к слову сказать, из пластика. И собирает отпечатки с такой скоростью, что 50% времени обзора я натирал ее тряпочкой. Без бампера она засорапается очень быстро. А вот цвет крышки смотрится симпатично. Особого градиента нет, но китайцы старались. Об экране сказать ни хорошего, ни плохого не могу. Экран качеством ровно настолько, сколько стоит этот смарт. Кстати, стоит он не так дорого. И цена колеблется от 60 баксов и выше. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Там же и ссылка на способ сэкономить на покупках в интернете. Под острыми углами цвета теряют насыщенность. И особенно страдает черный цвет. Запаса яркости хватит на использование на ярком солнечном свете. Ну а минимальная яркость по традиции завышена. Олеофобного покрытия нет. Тач на 5 касаний. Касания определяют недостаточно хорошо. Особенно это будет заметно в играх, когда стик движения внезапно уходит из-под вашего пальца. Разрешение экрана 1280 на 600. И это как бы кажется больше, чем у конкурентов с 996 на 480 точек. Но по факту ничего не дает. Как смотрели вы YouTube на 480p, так и смотреть будете. На борту ожидаемый процессор MT6739 с 3 гигами LPDDR3 оперативки. И 16 гигами под хранение файлов. 3 гига оперативки это конечно неоспоримый плюс. В качестве операционной системы установили самый последний Android. Программисты дудже не смогли прекратить жесты управления. Да и кнопки менять местами нельзя. Также не смогли они не наступить на свои любимые грабли. И в очередном телефоне остались непереведенными все пункты меню, которые добавляли к стоковому Android. Обязательно рекомендую выключить скриншот тремя пальцами. Иначе тач начинает сходить с ума и некорректно обрабатывает касания. Также в меню с жестами есть достаточно интересный пункт. Smart Motion. Который может управлять различными функциями, задействуя датчик приближения. Особенно мне понравился автоответ при поднесении телефона к куху. В синтетических тестах нет ничего необычного. Этот проц мы уже видели в 100-500 телефонах. Больше о прошивке рассказывать нечего. И поэтому переходим к звуку. Звук из динамика мне не понравился. Слушайте сами. В наушниках также звучит стандартно для этой цены. Для непредвзятого слушателя пойдет. А вот громкость разговорного динамика мне показалась недостаточной. Поэтому я полез в инженерное меню для исправления этого недостатка. Покажу вам процесс подробно. Для начала мы открываем быстрыми нажатиями на номер сборки в информации о системе режим разработчика. Далее набираем звездочка, решетка, звездочка, решетка, 36, 46, 633, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Попадаем в инженерное меню. Переходим во вкладку Hardware Testing, выбираем пункт Audio и затем Volume. Далее Audio Playback и выбираем вкладку 3 четверти по Headset. Выставляем значение 160 и нажимаем Set. Потом Headset плюс Speaker и там же изменяем значение на 160. Нажимаем Set. Все, проблема финита. ОТГ как ни странно отсутствует и это огорчает. GPS рабочий, навигация работать будет. Теперь то, что меня удивило, а это камера. Днем она достаточно неплохо, как для своей стоимости, снимает фото. Понятное дело, вторая камера фейк и режим размытия программный. Передняя камера больше подойдет для Viber и Skype, чем для хорошего селфи. В условиях недостаточной освещенности лучше телефон для фото не доставать. Все равно то, что получится, вас не очень порадует. Видео снимает с разрешением Full HD. Но опять же, вспоминаем стоимость телефона и свои желания приравниваем к ней. Проверка видео. Телефон Budge Y8. Проверяем, как телефон пишет видео в движении и как он пишет звук. Покупая телефон, я думал, что времена вранья в области аккумуляторов у китайцев прошли. Но Y8 показал обратное. Как я не старался, больше 2800 мАч в телефон не зашло. А заявлено-то 3400. Отсюда и автономность. И она не радует, не спасает даже низкое разрешение экрана. Так, час видео на ютубе обошелся потерей 20%, а час игр 35%. Также скорость зарядки меня не совсем устроила. Из-за того, что сила тока при заряде не превышала 0,6 А, за часть заряда телефон зарядился всего на 30%. За 2 часа на 45. А полная зарядка заняла 5. 5 долгих часов. Может у меня что-то не так с телефоном? Напишите в комментариях, как у вас обстоит дело с зарядкой. Система разблокировки состоит из двух систем. Это сканер отпечатка пальца, который неспешно, но работает. И разблокировка по лицу владельца, который также шатка-валка, но работает. Сканер отпечатка, кстати сказать, не всегда распознает палец. И процент срабатывания можно было бы повысить, повторно отсканировав один и тот же отпечаток. Но телефон не дает этого сделать. GameTest и MTS 6739 не самое лучшее словосочетание. И поэтому игры особенно требовательны. Идут с не очень комфортным фпс. Танки чуть выше 30 кадров. В Guns of Boom можно бегать, но вот лично мне не хватает олеофобки. И новая для меня игра Тактику, которая тоже идет на минималках. Играть можно, но не очень комфортно. В рамках игры Y8 больше подойдет для самых маленьких любителей хрюши и степаши. Или же совсем непризятым геймерам-казуальщикам. В общем впечатления от Дуджи Y8 весьма неоднозначные. На одну чашу весов мы можем положить стоимость, каплевидный вырез, дизайн, новую версию андроида и не самые плохие фото при хорошем освещении. А на другую сторону качество цветопередачи при разных углах просмотра, необходимость редактировать уровни звука в инженерном меню, обман с емкостью аккумулятора и не самую лучшую автономность. И вот в какую сторону начнутся эти весы для вас решать не мне. Все. На этом мое общение с Дуджи Y8 закончилось. Ставьте лайки, если понравился обзор, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Жду вас в своей группе в ВК. Ну а пока-пока.